И ещё больше интересного, любопытного, важного. И ещё больше вашего доверия. Вашего доверия. Случается так, что и самые сильные нуждаются в нашей помощи. Сейчас поддержка необходима 16-летнему Владу Якимову. У мальчика деформация костей тазобедренного сустава. Но надежда есть, и шанс на ходьбу без тросточек вовсе не призрачный. В следующем сюжете история ребёнка, который, несмотря на боли и страдания, старается жить так, как обычные люди. Маленькая Ангелина, или как называет её Влад, Ангелочек, готовит брату в подарок красивый рисунок. Что получится, ещё не знает, но уверена, ему понравится. Я скучаю по Владику. Я хочу, чтобы Владик выставил и смог ходить. Старший брат Ангелины, Влад Якимов, сейчас в Евпатории, на курсах реабилитации после сложной операции. Каждый день у мамы мальчика Виктории начинается со звонка на Украину. Что говорят инструктора твои? Как они вообще, что они довольны результатом? Что они говорят? Ну, по сравнению с тем, что было, конечно, да. Но в силу того, что я сколько пролежал, ну, допустим, что трогали, это дождалось далеко. Эти медали – результат долгих и упорных трудов парня, которому поставили диагноз ДЦП, несмотря на то, что его нервная система в порядке. Мальчику при родах повредили тазобедренный сустав, вовремя не вправили, отсюда проблемы с ногами. Невзирая на боль, Влад пришёл в секцию плавания. Сейчас в активе пара спортсмена успешные выступления на соревнованиях российского уровня. Он спит и видит себя в спорте и мечтает, когда он всё-таки придёт и начнёт тренировки полноценные, чтобы выйти на определённый спортивный уровень. Четырёхкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов знает Влада давно по спортивным праздникам и выступлениям. Поддерживает мальчика сам и призывает к помощи других. Он жизнерадостный, он целеустремлённый. Он действительно человек, который трудностям смотрит в лицо, умеет их преодолевать. И я хочу, чтобы люди его поддержали и помогли ему вернуться в жизнь и вернуться в спорт. Благодаря помощи неравнодушных людей Владу уже сделали две операции. Сейчас тазобедренный сустав мальчика держится на специальных металлических конструкциях. У меня ребёнок хотя бы элементарно стал спать по ночам, потому что это было невыносимо. У нас каждая ночь было это просто вот он серьёзно, без преувеличений, ребёнок рдал. Рдал от боли. Сейчас Владу нужны ещё три хирургических вмешательства. Сегодня мальчик передвигается при помощи двух тросточек. Если сделать операции, есть большой шанс, что сможет ходить так, как все. Мне очень хочется, чтобы он ходил без ничего, чтобы он был счастлив, чтобы он... Чтобы завершить курс лечения и сделать три последние операции, необходим 1 миллион 100 тысяч рублей. Всю информацию вы можете найти на нашем сайте indefisnews.ru. Во вкладке «Может каждый» и в группе ВКонтакте. Помочь Владу просто и сделать это может каждый. А может каждый, можешь и ты. Субтитры создавал DimaTorzok